Всем привет, меня зовут Максим Шубин, мне 23 года и я военно обязан. В прошлый призывной период, так сказать, с 1 октября по 31 декабря, меня активно военкомат засыла в армию и даже была повестка на отправку. Ребята, повестка на отправку, это что вы понимали, это уже как бы почти, можно сказать, последний путь, если можно так назвать его. То есть в этом случае ты на 90% идешь в армию. На 90%. В моем случае оказалось, я оказался, если 10% счастливчиков или не счастливчиков, не знаю кому как решать, но лично для меня я, наверное, оказался счастливчиком. В общем, я прошел призывные все эти мероприятия, жаловался на определенные боли в коленном суставе, они подтвердились, но оказалось, что болезнь моя, ну незначительно, типа, иди, сынок, хуже. Я, естественно, был с этим не согласен и хотел как-то оспорить это решение. Но особо, особо слушать меня не стали. И на декабрь, по-моему, на 3 декабря 2019 года, мне вручили повестку на отправку. Для меня это был, конечно же, некий шок, но, тем не менее, когда ты регулярно посещаешь военкомат, и вроде там нет ничего такого, но, по крайней мере, руки и ноги целы, вроде они есть, они парами, так сказать, то обычно, обычно тебя все-таки берут в армию, потому что сейчас, как бы, есть недобор и берут коллега и так далее, в общем, с болезнями мне, в общем, написали, что у меня категория Б годности, то есть годен с незначительными ограничениями. Ребят, я записываю этот ролик 29 февраля 2020 года, а я сейчас не в армии, и я не ходил в армию. Почему, спросите вы меня, я обратился в юридическую службу помощи призывникам, причем это максимально все, ребят, законно, без всяких там, каких-то левых схем и так далее, просто многие из нас не знают своих прав, да, в принципе, и обязанности-то толком не знать, ну, в общем, они мне дали рекомендации определенные, что нужно делать в этой ситуации, как восстановить справедливость, я четко действовал по этим рекомендациям, в общем, эта компания называется в призыве .ru, это уже довольно известная компания, но знаете, в чем плюс этой компании? Потому что эта компания не сверхогромная, это плюс, ребят, почему? Потому что у этой компании уже есть опыт, и эта компания не настолько огромная, чтобы относиться к своим клиентам, как к какому-то, знаете, как бизнес-конвейеру, где, в принципе, левать компаний на своих клиентов, а здесь индивидуальный подход, что я на собственном опыте почувствовал, и, ребят, я здесь, я на гражданке. Сама компания располагается в Казани, но работает по большинству городов России, и я думаю, в том числе и вы найдете свой город в этом списке, ну и плюс эта компания работает также удаленно, то есть, допустим, со мной они работают по телефону, и это вообще, ребят, не проблема. Я реально боялся, типа, вот я не смогу с ними лично как-то поговорить, и это будет проблема, но нет, ребят, по телефону, мессенджеры, все, это нормально сейчас, 21 век. В общем, ребят, еще хочу более подробно рассказать про свою ситуацию, в общем, дали мне вот эту повестку уже на отправку в армию, то есть, уже все, собирайся, мне дали какую-то даже рекомендацию, типа, нельзя там телефоны с камерами, с личными там записывающими элементами, типа, диктофон даже нельзя, чтобы был в телефоне, ну, в общем, жуть, страшно, вау. И я, конечно же, об этом сообщил о этой компании, вернее, представителе этой компании, в принципе, был человек, который со мной работал и работает все это время, я ему сообщил эту информацию, и достаточно все оперативно порешали, то есть, не было никаких проблем ни с точки зрения закона, ни с точки зрения каких-то, наверное, моральных, нравственных страданий, все было нормально. В общем, мы подали жалобу, я, соответственно, от своего лица подал жалобу, с тем, что я не согласен с решением районного военкомата, и мы подали жалобу в областной военкомат, то есть, в вышестоящий орган. Как раз-таки в этом вышестоящем органе было отменено решение ниже стоящего органа именно районного военкомата, В том, что категорию ТБ, оказывается, мне по ошибке присвоили Плюс, когда я пришел в областной военкомат Некоторые бумаги, подтверждающие мою болезнь А именно связанную с коленом сустава Не буду даваться в подробности, что именно за болезнь Эти бумаги просто потерялись Я пришел в областной военкомат И каким-то образом их там не было Я, к счастью, принес с собой эти бумаги Ребят, сразу вам совет и лайфхак Копируйте все медицинские заключения, документы, карточку Все копируйте, ребят, чтобы у вас были копии Только копии, ребят, отдавайте сотрудникам военкомата Ну, даже врачам в том числе Чтобы у вас оригиналы были на руках И тогда вот вы можете, если что, предъявить Вот, у меня есть такое-то и такое-то заболевание Или там, и так далее К счастью, областная комиссия отнеслась более внимательной И более серьезно к моему здоровью И приняла решение о категории годности Г Что за категория годности Г? Что это вообще такое? Категория годности Г это временно негоден То есть я должен пройти лечение Ну и, как бы, следующий призыв То есть уже ближайшей весной Я снова пойду в военкомат И снова буду проходить дальнейшее Медицинское освидетельствование На предмет, соответственно, службы в армии И обо всем этом я тоже вам буду сообщать уже по ходу То есть, скорее всего, следующее видео Именно об моей ситуации выйдет Скорее всего, весной, когда какие-то действия будут уже произведены Если у вас похожая ситуация И вы сомневаетесь в том, что вас правомерно забирают в армию Либо есть хоть какие-то сомнения То, ребят, советую обратиться как минимум за консультацией Консультация там бесплатна Вас проконсультируют И вы уже будете принимать решение Стоит уже заключать договор И работать с этой компанией Кстати, ребят, ссылка будет в описании Если что, обращайтесь В общем, они вас проконсультируют И дадут нормальное заключение Что и как делать Более подробно о работе с этой компанией И вообще об этой компании С которой я, собственно говоря, работаю Я расскажу в следующем ролике Надеюсь, вам понравился этот ролик И он был вам полезен Тогда, ребят, пожалуйста, поставьте лайк Подпишитесь на канал И скиньте ссылку своим друзьям Возможно, им тоже потребуется подобная помощь Так что, ребята, пожалуйста Распространите максимальный ролик С вами был Максим Шубин Канал Это реально интересно Всем удачи Субтитры сделал DimaTorzok